МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем живет один из аграрных уголков страны регион с богатой историей и насыщенным настоящим? Здесь и сейчас в субботнем эфире 4-го канала еженедельная программа «Семь дней. Барановический район». Добрый вечер. Меня зовут Даниил Верковский. И вот о чем расскажем сегодня. Вопросы социального и экономического развития Барановического района в центре внимания очередного заседания райисполкома. В разгаре весенние полевые работы. Репортаж из агрокомбината «Мир». Они создают комфорт и уют. Завтра свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства. Ну а сегодня праздник всех театралов. Во Всемирный день театра заглянем на репетицию театрального коллектива «Смарт». Выполнение комплексного плана ускоренного социально-экономического развития Барановического района на 2020 год, а также комплекса мероприятий государственной программы социальной защиты и содействия занятости. Такие вопросы были в центре внимания очередного заседания райисполкома. Об этом в первом сюжете выпуска. В работе заседания райисполкома приняла участие заместитель министра экономики Татьяна Бронцевич. Тема важная и актуальная. Насколько за минувшие три года район справился с реализацией мероприятий комплексного плана ускоренного социально-экономического развития. По словам заместителя председателя райисполкома Дениса Горновского, в целом план выполнен. В сельском хозяйстве выполнены все мероприятия и все индикативные показатели. В промышленности тоже обеспечено выполнение всех индикативных показателей и выполнено обеспечение прироста объема промышленного производства, в том числе импортозамещающей продукции. В предпринимательстве обеспечен прирост новых субъектов хозяйствования, созданы новые рабочие места. В строительстве, в жилищной сфере выполнили полностью все поставленные задачи. За последние три года в районе произвели капитальные ремонты несколько школ, детских садов, домов культуры. Построено несколько новых магазинов, ремонтировалась дорожная сеть. А среднемесячная зарплата за 2020 год составила более тысячи рублей. К слову, значительно сократился в районе и уровень безработицы. В 2020 году он составил всего 0,1% от экономически активного населения. За отчетный период наметилась положительная динамика трудоустройства безработных граждан. Они трудоустраивались на имеющиеся вакантные места. При этом, нужно сказать, что 69% из них – это востребованные рабочие профессии. Управлением проводились ярмарки вакансий, в том числе и электронные. Проводились работы по обучению безработных для того, чтобы повысить их востребованность на рынке труда. Всего за отчетную пятилетку обучения прошли 164 человека, при этом 99 из них – под заказ нанимателей. Также в районе удалось значительно снизить уровень травматизма на производстве. Если за 2011-2015 годы было травмировано 65 человек, то за прошлую пятилетку – 30 в два раза меньше. Елена Ракотюри, Печер, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. В Барановичском районе в разгаре весенние полевые работы. Наши корреспонденты понаблюдали за тем, как проходит подкормка и вспашка полей в открытом акционерном обществе «Агрокомбинат Мир». Трактористом-машинистом Александр Краковчук работают уже 30 лет. Шесть из них на энергонасыщенном тракторе «Джон Дир». Сейчас у него отмечает горячая пора. Ежедневно нужно вспахивать более 20 гектаров земли, ведь хозяйство вот-вот приступит к севу. В этом году как-то душа соскучилась по работе, затяжнулась эта зима. Хотелось уже в поле быстрее. Технику мы отремонтировали заранее, в отпуска подбывали все. И вот охота уже в поле. Параллельно со вспашкой в хозяйстве ведут и работы по подкормке полей. В этом году аграриям пришлось дольше обычного дожидаться устойчивых положительных температур и начала вегетации растений. Сейчас проводится внесение органики, подкормка удобрениями, озимых зерновых и озимого рапса и многолетних трав. Работу эту нужно провести в оптимальные сроки, если замешкаться, пересохнет почва. На данный момент нам необходимо подкормить будет 6 тысяч гектаров зимых зерновых и озимого рапса по первому и по второму разу. Также необходимо подкормить 2,5 тысячи гектаров многолетних трав. На данный момент у нас в хозяйстве закуплено необходимое количество минеральных удобрений именно для первых подкормок и начала пассивной кампании. Сейчас на весенних полевых работах в хозяйстве задействовано около 30 единиц техники, в том числе два агротехнических комплекса «Роса» и восемь энергонасыщенных тракторов. К слову, два таких трактора по своей эффективности с легкостью заменяют 10 менее производительных. А «Роса», которая словно бабочка порхает по полю, благодаря пневматическим колесам, обладает высокой проходимостью, не притаптывает растения и позволяет начать подкормку в гораздо более ранние сроки, чем другая техника. «Роса машина хорошая, сегодня уже гектар 50 подкормил. Ну и настроение нормально, лишь бы погода не подводила». Об исправности техники в хозяйстве позаботились, ведь на это была целая зима. «На сегодняшний день к сенепривой компании мы готовы в полном объеме. Подготовленная техника прошла техобслужение согласно графику. Благодаря тому, что обновляем постоянный тракторный парк, приобретаем нагонасыщенную технику, мы сокращаем аграрные сроки, в которые улаживаем все». К слову, в некоторых хозяйствах Барановичского района уже приступают к севу яровых зерновых культур. Не за горами посевная и в агрокомбинате «Мир». Здесь планируют посеять 4000 гектаров зерновых культур, более 3000 гектаров кукурузы и 720 гектаров свеклы. «Все, как специалисты, так и механизаторы и поливоды, все настроены провести посевную кампанию. Настроение боевое, люди заинтересованы». Всего в Барановичском районе планируется засеять яровыми культурами около 35 тысяч гектаров земли. Елена Ракут, Людмила Салзина, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. Завтра свой профессиональный праздник отметят работники жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Именно эти люди благоустраивают населенные пункты, создают комфорт и уют для их жителей, несут ответственность за работу инженерных коммуникаций без скидок на времена года, капризы природы, выходные и праздники. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. «Сегодня наша задача – сбить плитку с фасада, подремонтировать его, откосы эти посмотреть, чтобы они хорошо были там, и проверить следующую сторону дома». Несмотря на принадлежность к прекрасному полу, Татьяна Сильванович свою бригаду из 12 человек, состоящую в основном из мужчин, держит в тяжелых рукавицах. Умеет не только грамотно поставить задачу, но и строго спросить за ее выполнение. Мастером ремонта строительного участка и деревообработки в Барановском районном жилищно-коммунальном хозяйстве Татьяна работает уже 4 года. Починить протекающую крышу, отремонтировать фасады зданий, почистить вентиляционные каналы, сделать отмостку, заменить двери и окна – вот то, чем бригада под руководством мастера занимается изо дня в день во всех уголках района. «Я думаю так, что не только можно на нас жаловаться, но мы же делаем все, что для людей стараемся. Вот за прошлый год мы отремонтировали более 3000 квадратов кровель, мы сделали стыки панелей с 247 метров погонных было сделано. Также остекление подъездов, которые жильцы сами выбивают, а нам приходится это делать». По всему району колесит со своими помощниками и Виктор Козловский. Мастером участка по ремонту и обслуживанию, электрооборудованию, контрольно-измерительных приборов, автоматике он работает уже пятый год. «Рабочий день у Виктора ненормированный. Нередко приходится работать не только днем, но и ночью, не считаясь ни с выходными, ни с праздниками. Его главная забота, чтобы котельные, скважины, насосно-канализационные станции и станции обезжелезивания в районе работали бесперебойно. Если случаются неполадки или порывы, нужно привести все в порядок максимально быстро и качественно. Ведь порой без тепла, воды и света остается целая деревня или агрогородок. И в каждом из них люди». «Этой зимой, если вспомнить, когда были сильные морозы и ветра, были частые порывы воздушной линии электропередач и электросети пытались их быстрее восстановить. В это же время мы, находясь на тех объектах, которые были обесточены, старались быстренько сфазироваться и запустить, допустим, котельную или ту же скважину и дать людям воду». «И Татьяна Сильванович, и Виктор Козловский по результатам своей работы удостойны награды. Накануне профессионального праздника им вручили грамоты Управления жилищно-коммунального хозяйства Брестского облсполкома. Всего уже в коммунальной сфере района работает 450 человек, каждый из которых прилагает все усилия для того, чтобы жизнь во всех населенных пунктах была комфортной и благоустроенной. Многое было сделано в прошлом году, немало планов и на нынешний». «В 2021 году у нас запланированы работы по капремонту жилфонда 3,2 тысячи квадратных метров, строительство двух станций без железования, это деревня Почапова и деревня Петковичи. И в деревне Петковичи вместе со станцией без железования будет проводиться строительство водозаборной скважины. Замена теплосетей на 2021 год запланирована также в количестве 5 километров в деревне Русино и деревне Тешевля». О коммунальных службах люди, как правило, вспоминают, если случается какая-то беда, и тут же звонят с жалобами и претензиями. Но когда все исправно работает, почему-то забывают, чья в этом заслуга и каждодневный труд. Труд, который заслуживает спасибо. Елена Ракути, Юрий Печер, Николай Рудский, 7 дней, Барановичский район. Ну а сегодняшний день обозначен в календаре как Всемирный день театра. Праздник всех театральных деятелей и ценителей искусства. Эту дату отмечают и юные участники образцового театрального коллектива «Смарт» Мирского сельского дома культуры. На одной из репетиций коллектива побывали и наши корреспонденты. Ну что, готовы? Да! Раз, два, три! Юные, задорные, яркие, талантливые – все это образцовый театральный коллектив «Смарт», который уже не один год объединяет юных актеров в Мирском сельском доме культуры. Изначально, еще в 90-е годы коллектив задумывался как фольклорный. Но лет 10 назад взял курс на более современные театральные постановки. Сменил название и заслужил звание образцовый. Сегодня здесь занимается около 20 ребят от 8 до 16 лет. На новогодней постановке я была карамельным кустом, а сейчас новая постановка – это душа подушки. Мне нравится, что здесь собирается вся группа и друзья здесь есть. Нас учат мастерству актерскому, как правильно говорить, не бояться публики. Сейчас участники «Смарта» много репетируют, готовятся показать зрителю постановку премьера, которая долго откладывалась из-за эпидемиологической обстановки. Наша постановка называется «Душа подушки». Здесь мы все подушки в детском садике. В этой постановке говорится о том, что нужно быть собой. То есть не нужно зависеть от мнения других. Каждый уникален по-своему, каждый красивый по-своему. Просто нужно быть собой. Надо сказать, что в копилке «Смарта» уже не один десяток успешных театральных постановок, игровых программ, народных праздников и видеопроектов. Немало у коллектива и наград, завоеванных на различных конкурсах, как областного, так и республиканского уровня. Секрет успеха в том, что здесь стараются доверять хотя бы небольшую роль каждому, даже самому юному и стеснительному ребенку. Такой подход дарит детям уверенность в себе, развивает творческое мышление, а в ком-то раскрывает самый настоящий актерский талант. Дети в коллектив приходят разные. Есть те, кто изначально от природы хорошо говорит, хорошо двигается. Есть дети более зажатые, более скромные, но они ходят и они хотят совершенствоваться в этом. Занятия в театральном коллективе помогают ребятам, возможно, в некоторых моментах сдружиться, раскрепоститься, узнать возможности своего тела, своего голоса, повысить коммуникабельность. У СМАРТа уже есть выпускница, поступившая в Минский Государственный колледж искусств. И наверняка кто-то еще из этих ребят в будущем решит связать свою судьбу со сферой культуры, театром или кино. Но даже если нет, не страшно. Ведь гораздо важнее, чтобы каждый из них, благодаря этому опыту, вырос творческим, интересным, думающим и верящим в себя человеком. Елена Ракуть, Людмила Салзина, Николай Рудский, 7 дней, Барановический район. На этом наш выпуск завершен. Творческая группа программы желает вам всего самого доброго. Оставайтесь с нами на телеканале «Беларусь-4 Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин